всем привет народ вы на канале чечман меня зовут макс и сегодня у нас необычный ролик по распаковке именно наушников от компании файфайн если я правильно читаю мне прислали разработчики такие наушники в обмен как бы на обзор и но так как из меня такой себе конечно обзорщик я в принципе обзоров никогда не делал но мы просто откроем эту коробочку посмотрим чего не сделаны ну насчет звука я не знаю даже как затестить звук народ честное слово поэтому как могу так и от сниму кстати снимаю на веб-камеру также частота кадров 30 и на мобилу не стал снимать потому что либо камера будет дрожать либо мы будем с вами работать вот такой системе в общем пришла мне посылочка вот в такой коробке сейчас я сниму пакет ну естественно там упаковка еще идет почтовая дам с китаем открываем эту бэбру в общем пришли наушнички мне вот такой коробочки как вы видите коробочка то обычная да есть коробки навороченные конечно от этой компании там разукрашенная все такое но мне пришло вот такой обычной упаковочки довольно легкая не помятая кстати во многих видео я так посмотрел обзоры некоторые во многих видео коробка просто блин ну прямо два видео я смотрел 3 и у всех помятая коробки были не знаю чем это связано у меня коробочка целая без проблем давайте будем по открытию что-то думать так да наушники называются файфайн м play game h6 юсб да и кстати про саму компанию просто так для интереса я как бы не не должен этого всего произносить но для себя файфайн аудиокомпания основанная в 2009 году штаб-квартирой в китае соединенных штатах великобритании канаде в общем везде аудиокомпания все-таки да и судя по их нему сайту да вот они выпускают не только наушники они также выпускают микрофоны в общем беспроводные гарнитуры всякие и даже пульты стримерские да вот где кнопки забинженные как это называется интерфейсы стримерские у них тоже есть далее какие-то спикеры ну в общем аудио системы они какие-то делают я на самом деле не знаком с такой компании вообще как я слышал они делали сначала какие-то маленькие наушники а сейчас вот переходят на другой уровень и делают геймерские наушники микрофоны и тому подобное в общем кому интересно ссылочки будут в описании что сразу хотелось бы сказать по цене по цене ну наверное для меня это средний диапазон то есть стоят они у меня в беларуси по крайней мере при порядка 120 рублей можно найти то есть это примерно 3000 можно сказать российских если в рублях ну и в долларах если то 34 доллара примерно они стоят у меня не знаю как у вас стране но для меня это не самый дешевый диапазон из герман из геймерских наушников которые можно купить ну как геймерских грубо говоря из тех наушников которые нужны для игры в общем открываем коробочку с вами блин не знаю на вебку такое себе вот что мы имеем с вами в коробочке вот такие наушники лежат упакованы аккуратно но на самом на самом-то деле я думал так дайте картинку сейчас чуть-чуть уберу да это прямо на нам тут будет мешать давайте прям в угол сюда запрем вот если смотреть по картинке в интернете да как они представлены конечно же там идет посрединке еще какая-то бебра но здесь ее по сути нету в общем сейчас будем смотреть дальше ну и также прилагается блин офигеть вот у меня свет дает а вот такая инструкция по использованию этих наушников так смотрим первое у нас есть вот такой мешочек которая так понял они можно их положить и куда-то перевозить но в принципе прикольно ранее наушников блин я в своих сижу я прошу простить я потому что привык что я блин все время на стримах наушниках поэтому я один наушники и сижу довольны в этих наушниках распаковывая эти кстати по сравнению мы сейчас тоже посмотрим в общем вот такой мешочек которые должны входить и замечательно выходить эти наушники но и сами наушники народ достаем их вот сами наушники блин как-то непривычно на вебку уж меня извиняйтесь еще не так потому что я такой себе обзорчик во первых во вторых на вебку я не снимал еще ничего такого в общем вот такие аппаратики но в принципе по легкости даже я вам скажу они легче чем мои наушники ну я думаю вы знаете какие у меня наушники так они сразу идут с проводом конечно же провод кстати в отличие от моих наушников пультик да на пульту присутствует кнопка системы 71 ну то есть вы знаете да что такое 71 это система которая типа позволяет ощутить себя в пространстве как будто все звуки доносятся с той либо иной стороны и ты это все слышишь также регулировка звука конечно же давайте вам ближе регулировка звука больше меньше звука также народ сбоку находится эквалайзер кнопочка вот здесь сейчас вам покажу поближе кнопочка эквалайзер и еще какие-то три кнопочки но я так понимаю кнопочка эквалайзер это переключение режимов здесь как я понял есть три режима игровой режим кино типа фильмы просматривать и музыкальный режим как каком режиме работает народ я не знаю смогу ли я вам это что-то объяснить потому что я на самом деле по звуку ну такой себе пользователь да вот у меня есть наушники мне не нравится конкретно сказать где звук лучше где звук хуже ну блин я если честно не смогу поэтому ну увы как есть так все в коробке народ еще также у нас присутствует вот такой микрофончик который также подключается в наши наушники вот сюда он подключается ну в принципе даже я вам скажу вот так мы подключаем и вот так их надеваем блин ну на самом деле такое ощущение ну других фирм кроме той все народ коробки больше ничего нет на помоечку других фирмах я не знаю как вообще на самом деле хорошо это или плохо как вот мне они сейчас сидят на данный момент отлично просто замечательно это практически та же модель вот смотрите мои наушники до новые поняли какие да только у меня здесь подушечки то уже подоблезли все они уже мои наушники подоблезли также смотрите минус в них это трещина вот здесь вот на этой даем ее вот на этой части видите они у меня треснули ну а по конструкции они прям вот смотрите точно такие вот прям точно такие же только легче вот это вот часть у нас да ё-моё вот эта часть у нас держатель самого наушника она металлическая и также вот этот ободок он тоже металлический то есть если мы где-то уроним они где-то упадут приземляться то малая малая вероятность что сломается именно оголовье поэтому оголовье блин вот этот наушники на самом деле мне сама нравится у меня были дешевые китайские наушники еще дешевые китайские наушники оголовьем поднятым и под низом именно была вот такая подкладочка но они все равно висят на ушах вот эти наушники как так же как и мои они не висят на ушах это самое главное потому что обычно в недорогих наушниках один большой минус то что они тяжелые и начинают висеть у тебя на ушах и прям уши начинают от этого болеть я много раз с такими сталкивался наушниками второе ну конечно хотелось бы если кто-то из разработчиков посмотрит желательно да кстати пульт по моему не по моему тут надо читать в инструкции имеет звуковую карту встроенную ой давайте чекнем но инструкция на русском присутствует к сожалению инструкция у нас не на русском читаться и по как таковую я навряд ли вам смогу ну прочитать могу может наломаном английском на перевести конечно нет ну здесь показаны настройки различные где выбирать микрофон как его настроить но мы сейчас его обязательно подключим и посмотрим что вообще будет здесь происходить у нас system preference это на apple какие-то в общем давайте смотреть сейчас мы их будем подключать до система 71 но не знаю народ на самом деле вроде как имеет имеет звуковую карту встроенную вот этот пультик но единственный еще конечно минусок не мешало чтобы этот пультик отключался как в тех же самых наушниках которые у меня сейчас вот это должно отключаться но я считаю это было бы намного удобней возможно кто-то кому-то не нужна встроенная звуковая карта да он может отключить ее и включить наушники напрямую это бы было конечно намного круче так что вот первое чтобы хотелось до чтобы отключалась вот эта звуковая карта да и тумблер включения выключения также тут присутствует наушники также обладают rgb подсветкой которая к сожалению не выключается ну например для меня да как как для меня не никак для меня отключение rgb подсветки но очень не играет никакой роли то есть горит она или не горит мне вообще по барабану на самом деле но на стриме не знаю как это будет работать у меня то не было нет были наушники у меня с rgb подсветкой посмотрите наверное мои первые видео первые стримы и там у меня такие китайские огромные наушники но народ по удобству на голове я вам сразу говорю это супер ну по крайней мере на моей голове они сидят точно так же как и сидят мои вот эти наушники прям вот это лучший вариант которая когда-либо пробовал вообще классно они тоже легче моих наушников и очень удобно и именно вот на голове ну не знаю сейчас послушаем во что-нибудь поиграем включим какую-то музыку но я не смогу вам что-то передать понимаете какой-то звук передать у меня звук то все равно будет исходить на стрим с компьютера ну ладно сейчас что-нибудь придумаем сейчас в общем подключимся и всплывем обратно ну что народ подключил я наушнички в принципе ничего сложного вам сразу скажу народ при да вот так они светятся красиво у нас и на данный момент я записываю с микрофона этих наушников у меня стоят фильтры я вам сейчас все покажу мы попробуем убрать фильтры проверим в общем на микрофончик так и при вставлении в наушники микрофона обратите внимание что внутри есть паз а на наушниках есть такой направляющий штифт который должен не на наушниках а на микрофоне который должен войти именно в этот паз иначе не до конца входит система я вот сидел так что сразу не увидел все на самом деле народ подробно описано в инструкции здесь описано все даже обратите внимание просто в картиночках ну то есть здесь даже читать не обязательно на самом деле ну сейчас пробежимся по инструкции в общем led подсветочка ну красиво всем мне нравится давайте перейдем сейчас и что-то еще хотел вам сказать не вспомнил уже что хотел сказать давайте перейдем тогда на другой экранчик вот сюда к примеру да в общем при подключении микрофона ну ничего на самом деле сложного нет просто воткнул его у тебя сразу выскакивает режим подключения то есть настройка юсби все настраивается автоматически то есть тебе практически ничего не нужно делать ну не практически кроме как втыркнуть до наушники по большей части сейчас так работает все также давайте посмотрим открыть параметры звука определяет их как динамики файфайн хэдсет и микрофон файфан хэдсет все определяется обычным способом но вам также тут рекомендуется по инструкции чтобы все работало типа желательно я так понимаю желательно это как бы не обязаловка так в настройки я так понимаю так здесь мы можем поставить динамики просто по умолчанию и также микрофон зайти и поставить его по умолчанию также здесь народу можно еще настраивать другие вещи типа как уровне то есть это уровень восприятия чем он выше тем громче твой микрофон ну и дополнительно это уже народ для более широких профессионалов мне как бы это вообще по барику там если что-то у меня не работает тогда рост в интернете а так в принципе все просто все ничего сложного нету в инструкции также конечно все указано ну блин по мне так да насчет эквалайзером как вы видите здесь в пультике горит кнопочка то есть здесь также есть три светодиода да то есть мы включаем и на заднем стороне пульта как вы видите ну я не знаю может вам и не видно будет это надо было делать на другом экране здесь показаны режимы в которых можно включать мобилайзер эквалайзер то есть у нас есть первая кнопочка это режим фильмов смотреть типа в них фильмы эквалайзер настроен вторая кнопочка это геймерский режим и третье это музыкальный режим в каком режиме лучше вот я на самом деле прослушал я не знаю я вывод поставил на самом деле на эти наушники давайте включим какую-нибудь я не знаю песню только конечно же без без этих как как без авторских прав вот да и также на пультике имеется кнопка выключения не наушников а выключение микрофона то есть как вы видите микрофон когда вы да вот вот я вам с выключенным микрофоном сидел рассказывал когда микрофон выключаешь загорается красный светодиодик вам покажу чик если же вам объясняю на самом деле этого светодиодом мне например не видно то есть если я выключил микрофон как только что я не вижу что загорается красный светодиод и то есть ну по сути он бесполезный для чего не знаю ну это как также система 71 она при нажатии кнопки она горит красным цветом но на самом деле я не ярый какой-то пользователь там наушников до мне на самом деле я вообще человек простой мне вот этих бы наушников мне например было бы с головой вот ну не знаю купил бы я их за такую цену это я вам народ не скажу на самом деле но давайте что-нибудь я не знаю попробуем включить продемонстрирую вам это не то это я был так что закрыть окошко игру какую-нибудь потестить я блин не знаю ну rr4 можно потестить я просто не знаю на самом деле народ какой звук на выходе у вас ну зацените сами мы первую часть отсняли на моем микрофоне ну мой микрофон вы также знаете у меня все в обзорах есть какие у меня микрофоны какие что а этот микрофон зацените но у меня конечно же студийный ну вроде как микрофоны которые вообще делает эта компания они конденсаторные даже по моему так хочу я вам могу врубить то ну давайте что-нибудь вырубим давайте ну вот такую например так у меня сейчас звук уменьшена я не знаю как у вас наверно фуловый до звук идет вот я регулировка звука но я так понимаю народ я так понимаю эквалайзер блин перегрузка микрофона пошла я так понимаю эквалайзер не будет выходить на не будет выходить такой же в этом в bs да в bs я так понимаю выход будет свой я не знаю как я же не могу снять с наушников и всунуть в bs так значит наушниках я буду слышать по-своему вы будете слышать по-своему но я же не опытный в этом деле да получается так напишите в комментариях поэтому протестировать как-то звук но на самом деле я послушал звук то есть в режиме фильмов по моему это самый нормальный режим в режиме просмотра фильмов мувы режим называется мувы по моему вот когда включаешь игровой режим появляется очень много баса очень сильно начинается короче ну скорее всего игровой режим это будет для хорроров вот для хорроров в этот режим будет реально классные он более живой более объемный из-за басов режим музыкальный на самом деле очень много высоких частот но это как мне показалось то есть сами динамики в отличие от моих динамиков какие-то прям но высокочастотные так назову то есть низких частот здесь меньше чем высоких и они как-то не совсем на самом деле сбалансированы сильно пищат но в режиме гейминг они работают очень много баса прям много баса чувствуется и в режиме кино вот самое более менее баланс ну в общем вот такой народ обзорчик сейчас переключусь на свой микрик в общем вот такой небольшой обзорчик у нас получился наушничка вот компании фай фай ну чтобы хотелось сказать от меня до например ну вот например лично мое мнение об этих аппаратах для меня это хорошие наушники ну то есть ничего плохого просто да поиграв там на своих хайперах да например здесь немножко послабее динамики мне кажется но на самом деле цена тоже обратите внимание сколько клоуды вторые стоят и сколько стоят вот эти аж 6 на самом деле хорошие наушники они очень легкие хорошо сидят на голове и так как я человек который не привередлив к звуку да то есть вот играют наушники хорошо сидят на голове мне хорошо насчет частот то что я говорил динамики да но это сразу если бы например я первый раз их купил принципе это были бы мои прям любимые наушники я не перебираю я обычный человек у меня есть вот такие все мне хорошо я если купил что-то да на рынке я дальше не иду искать мне хорошо я не буду искать что-то лучше там ну по крайней мере первое время на самом деле хорошая моделька стройная звукоуха насчет микрофона я еще не знаю я записал кстати вот этот микрофон и я еще не знаю даже при монтаже я только его услышу ну либо сейчас включу так что обязательно оценивайте в комментариях ну соотношение цены качества на самом деле народ по именно по удобству они очень хороши опять-таки провод здесь обратите внимание он тоже как его в этом в оплетке в оплетке вроде как не ломается как вы видите да то есть мы сжали он выпрямился не заламывается пультик прикольная длина провода принципе для меня достаточно некоторым этого мало но я не знаю можно иногда вот например моих наушниках провод на самом деле очень длинный да вот такие дела в общем мне гарнитура определенно нравится я не знаю честно народ закупил бы ее себе лично я но принципе за 100 рублей для для удобства и нормального звука этого достаточно то есть они мне кажется они стоят своих денег конечно же вы пишите свое мнение в комментариях может у кого-то тоже такая аппаратура есть посоветую ли я их кому-то на самом деле если вот человек обратиться ко мне да скажет вот мне в пределах 100 рублей надо наушники что-то макс посоветуешь я ему реально посоветую вот эти наушники потому что мне они нравятся ну в пределах своих пределах своей цене может есть что-то лучше да и хер с ним мне бы и такие подошли посоветовать честно посоветую удобно нормально ну и конечно же слаживаются мешочек это самый главный атрибут если мне этот мешочек я не знаю я бы не купил на самом деле как-то так вот короче такой обзорщик с меня скоро на нам грядет в общем обновление нашего компьютера также обязательно приходите либо на стрим либо это тоже будет видосик не знаю пока что все запчасти пришли наушнички понравилось компании фай файн спасибо за наушнички ну извините уж обзор какой есть я такой обзорщик не знаю где вы увидели классного стримера но почему зачем отказываться если предложили все обязательно оставлять комментарии по поводу этих наушничков жду вас всех на стримах ссылочки на продукты я оставлю конечно же в описании заходите посмотрите может кого-то заинтересует может кто-то приобретет всем пока в общем